я вас приветствую мои дорогие друзья здорово-здорова это у нас рубрика вне сюжета 10 мая 2023 года и я думаю вы уже по названию понимаете что мы сегодня будем делать да наконец таки впервые в этом году мы выйдем в город прокатимся посмотрим вообще что машина может что не может но от спят вам а я не запускал специально чтобы проверить как аккумулятор у нас держит так сейчас вы все будете видеть вставляем ключ буду все показывать правда одной рукой неудобно все это делать смотрите зажигание даем вот у нас появляются всякие сообщения омывайку на залить и запускаем вау хорошо запустился я вам скажу отлично сразу пойдемте послушаем что как работает откроем капот как вообще двигатель себя чувствует ну как мы слышим вполне для холодного движка нормальный запуск у нас от генератора все равно подшипник шуршит надо будет с подшипником разбираться но тем не менее двигатель запустился несравнимо лучше чем когда это было первый раз помните какой звук был все таки как-никак он работает давайте проверим опять же уровень технических жидкостей антифриз у нас как видим по самой вот этой вот у нас уровень прям по вот этот стык тормозуха у нас не уходит она у нас есть вроде бы тоже норм но мы за ней будем следить тоже присматривать в остальном вроде как работает вроде как нормально сейчас он прогреется вообще будет идеально работать ну что наступает момент истины поехали сегодня мы закатнемся посмотрим вообще как машина себя ведет что она может что не может корабль это как поплыл из гавани за столько времени сейчас конечно буду слушать подвеску как она работает как старые добрые первая точка назначения за этот год машина остановилась ну где мы обычно всегда останавливаться чтобы что-то рассказать показать и да что у нас по кузову да по кузову собственно говоря с этой стороны во всяком случае с того что я вижу все без изменений ну да понятно двери арки все низы это все под ремонт понятное дело тут обсуждать нечего с этой стороны что я хочу сказать единственное вот я заметил что может быть побольше стали вот эти жуки вот это вот на защищать все это убирать ржавчину и продвинулся вот этот жук повыше стал то есть он раньше вот так пониже поскромнее тут он так прям разросся нормально и здесь тоже побольше стали и самое главное вот этот край попался то есть он был такой небольшой сначала и за зиму где-то на сантиметра ну где-то два продвинулся в остальном ну вот дверь немножко поползла вот здесь вот здесь скоро тоже такой очаг вырастет скорее всего вот уже динамика пошла в эту сторону и вот здесь набухло я прям даже могу так рукой давить чувствую что под набухло краска убирать надо и соответственно вот эта часть у нас тоже здесь немножко за предел вот этого изгиба вышла ржавчина она вот раньше бог это здесь вышла чуть сюда но это то все что за зиму с не случилось тоже интересно наблюдать динамику ржавения металла насколько он устойчив неустойчив в принципе для опеля неплохо потому что сами знаете сколько мемов на тему опеля у нас было и все были направлены на то что они все там гниют можно услышать в лесу там чего-то и так далее ну я бы не сказал на самом деле что прям сильно такой слабый металл но время просто берет свое друзья мои ничего с поделать с этим надо просто бороться другого варианта к сожалению нет особенно в условиях севера северных регионов это очень актуальная проблема тем более у нас солью посыпают частенько все это конечно сказывается тоже на автомобиле ну и как мы видим на крышке багажника на заднем стекле товарищи по всему корпусу есть такие вещи для которых хочется сгодить на мойку все это быстро уже отмыть поэтому поехали на мойку от мою машину опять же первый раз в этом году пристегиваемся тоже и погнали пока не сильно быстро пока прислушиваемся к механизмам коробка передач как работает и тоже надо сейчас вот я пока слышу вроде бы у нас скребутся суппорта сильно быстро гнать не буду ну потому что вы помните какие тормоза у нас они как бы есть но работают скажем так от штатных процентов на 30 вот то есть тормозят в принципе когда педаль поглубже зажимаешь но мне не нравится так ездить как строится блин чё-то на вял разгоняется конечно не так разгоняется бодро как обычно так сейчас тормоза разработаем как раз пешеходы пока идут что-то как-то совсем она медленный вид со звуком таким сейчас мы но честно говоря мои друзья как-то она не очень разгоняется она бодрее ехала намного прям я чуть помню что она так рвала вперед и прям улетала сейчас он такую но мы сейчас дадим и поработать возможно как-то еще не преработал с и был потому что не забывайте аккумулятор был долго снят все программы утеряны ему надо создать про ну просто просраться ну топливная понятно может бензин уже кстати который был в баке он же у меня с прошлого года остался может он какой-то осадочек подвыпал ну вот нажимая вот уже уже кстати получше уже получше так а теперь вот мы пропустили нажимаем о служите пободрее пошла не знаю чему прикол но вот сейчас нормально о поехала нормально слушайте хорошо пошла да и видимо надо было дать простреляться нормально кстати скутеров меньше стало намного это меня прям радует вот слушайте нормально ну вот своими тормозами надо вот видите там трафик надо заранее так уже готовить тормоза к остановке потому что на двух суппортах это не очень то такая масса все-таки не забываем я кстати такое вот похрустывание пропала она будет шик 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 сейчас все исчезла полностью поэтому спокойно едем да нормально нормально поехала все прям без чувства что прям хорошо и так велись велосипиздист вот это вот велосипиздист их называю во блин слушайте все она поехала нормально то есть действительно проблема была скорее всего в том что ну и был еще плюс сброс настроек всех из-за простоя долгого ну что можете поздравить наконец-то машина помыла с первого раза готова говнище просто всякая гадость из нее вылетает под деревом бедная стояла но после мойки она точно должна быстрее полететь что вы на это что думаете кстати мы помыли машину и как видите у нас она выглядит но теперь совсем пободрее молдинги обрели настоящий черный цвет то есть появилась контрастность на молдингах потому что они были какие-то серые по моему теперь хотя бы черного цвета стали машина стала на полтон или даже на целый тон светлее серебристый ее цвет стал ярче потому что извините меня полгода стоять все таки без мойки это такое себе занятие тоже без мойки без движения блин и конечно сейчас я прокатился первые метры но вы сами видели машина прям была жухлой я что-то нажимаю в пол она гудит просто никуда не разгоняет все а потом что-то умерло нет это просто надо было дать поработать несколько стартов сделать как я говорил у него есть программа адаптации к вашему вождению и вот реально уже со второго с третьего раза светофора она уже пошла так как должна в принципе либо форсунки можете даже не программе дело может форсунки там застоялось топлива может какой-то осадочек даже сделала и из-за этого как бы форсунка не могла нормально орошать но так как я и дал простреляться скорее всего осадок это сбило и стало все работать так как надо ну и теперь не мудрено друзья я хочу с вами проехаться до площадки где у нас не было ровно полгода помните я там ну крайний раз скажем так показывал вот суппорта который мы приобрели и что предстоит с тормозами делать и все вот больше того раза я на машине туда не приезжал я там пешком ходил даже но машина машине меня там именно не вот из омегас площадки не виделась где-то полгода даже больше потому что это был конец октября сейчас уже середина мая все-таки больше чем полгода она туда не ездила и наверное она уже соскучилась под тем местам поэтому надо сейчас поехать и устранить данный недочет о слушайте в натуре она быстрее поехала уже не так напряжно она едет кстати пока стремя светофора хочу выразить благодарность тем кто проявляет во-первых активность это вот сразу молодцы ребята благодаря вам вот я хочу сейчас дальше ехать что-то снимать и дальше показывать с машиной даже снимаем покатушки что она вот ездит пожалуйста она может поехать сейчас она так под раздуплилась смотрю даже подвеска стала мягче кстати вот я еду я уже заметил что аморты стали мягче работать когда я выехал тоже как будто стыки чувствовали как будто этими ну он гвоздями прибили подвеску кузов вообще как будто не работало сейчас нормального вот мы по ямам проехали хорошо работает амортика кстати до сих пор еще живы которые мы тогда поставили передние нормально кстати себя чувствует вполне пружинки вроде даже не подсели но потому что мы хорошие ставили мы килину бренды брали когда вот такие хорошие прям поэтому сейчас посмотрим как она покатается дальше так шестом зеленый и погнали ух ты поехала аж толкнула в спину так нормально да мы ее раскатали друзья супер так потихоньку погнали а папа папа размяли подвеску но все равно ревизию хочу провести сам блоки там все такое поэтому надо будет заехать тоже поменять может быть что-то скорее всего я маятник точно уже менять буду рулевые тяги скорее всего может быть даже рычаги буду менять парам-бам-бам-бам женщина идем всегда все пропускаю почти не суючусь всегда пропускающий не западло а потом вот так смотрите тяга появилась и мы погнали не все нормально мы восстановили полностью мощность потому что которые ощущения были вы не из приятных и вот мы снова здесь вот тут асфальт положили смотрю так это на что-то вторую крутим он уже привык видимо что я нажимаю постоянно резко и он теперь поддерживать передачи гораздо дольше чем обычно ну вот говорю здесь адаптация коробки смотрю вторую крутит 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 просто реально прикол о родная площадка ты моя как давненько меня тут не было там трактора какой-то ездит я посмотрю что там творится вот друзья мы привыкли к самому на наше родное место но сразу к делу я хочу опять же проверить что у нас с напряжениями потому что очень благодарен всем вам кто проявлял активность к выпуску про генератор про массу я имею ввиду который был предыдущий и вы там очень активность проявили вы меня прям порадовали почему простимулировали сегодня поехать что-то для вас поснимать писали даже люди которые говорят что я теперь тоже полезу и тоже зачищу эти части массы спасибо за подсказку ребята понимаете я для этого и снимаю чтобы вам подсказать чтобы вы полезли лишний раз посмотрели и простимулировать вас так сказать лишний раз позаботиться о машине давайте теперь приступаем к делу смотрите что у нас показывает сейчас наше напряжение так наше напряжение так щупы перепутал так вот так так 13 вольт 13 1 13 1 соответственно работают фары работает климат все в большинстве своем работает теперь мы идем на массу генератора опять же будем сверять 13 2 13 1 видим что у нас в принципе по большому счету разница 0 1 вольт она таки осталась то есть все что я сделал она работает и также совершенно правильно сказали одну простую вещь дело в том что я вам помните показал проблему я включая потребителей в виде обогрева зеркал и заднего стекла у меня напряжение садится ниже минимума скажем так 12 3 показывает и так далее и мне порекомендовали проверить не массу а плюс если вы совершенно правы в каком плане я об этом тоже подумал поэтому сейчас мы ставим массу как-нибудь надо его так вот зафиксировать термоз благопровод позволяет ой я не то ставлю термоз благопровод массы позволяет воткнуть него вот такой щуп и промеряет смотрите 13 и 1 меряем дальше до обжима 13 0 но здесь видимо этот ну проводимость не очень хорошая 13 даже 13 и нет собственно говоря что у нас от генератора генератора у нас идет вот этот вот провод 13 0 13 6 смотрите друзья я уже вывижу потери в плюсе смотрите еще раз тыкиваемся на клемму 13 0 берем от генератора плюс 13 8 у нас и плюса нет друзья мои дорогие блин и это со всеми потребителями ну-ка сейчас включим обогрев включаем обогрев смотрим у нас походу и плюса нет 13 6 смотрите это с включенным блин обогревом друзья мои вы правы надо класть новый плюс вот что у нас на клемме видите 12 8 36 все нету плюса плюс давай до свидания сказал мерить на генераторе наверное смысла не имеет плюс вот там находится на него конечно добраться это блин друзья но это тяжело это прям капец как тяжело не руки не подлазит здесь все горячее я уже понял все так что все кто говорил что у тебя им скорее сюда и нет в том числе и плюса вы правы оказались смотрите еще раз плюс 12 7 хочу дальше а у нас есть плюс но из-за вот этой вот дурацкой вот но обжимки он не доходится где она не дурацкая это я так пошутил просто уже много лет нам предстоит прокладка отдельного плюса вот 13 4 то есть нет плюса все вы правы у нас нет плюса поэтому мы будем конечно сейчас ну ближайшее время тоже этим заниматься скорее всего я сделаю да тоже дополнительную укладку плюса но естественно уже не в таком оголенном виде а все-таки в изоляции надо будет до провод кинуть на генератор вот она мудрости омеги я вам всегда говорил и буду говорить и повторять эту мысль ну потому что нужно это делать а кто еще это будет делать омега это наук так на футы блин уже заговариваюсь тут с вами омега это блин наука о контактах да поэтому не мудрено что дело не в генераторе вовсе оказалось были призывы меня менять генератор год миша поменяй генератор у тебя это наверно уже все умирает не друзья как помните я вам всегда говорил омега это наука контактах и даже случай с генератором это тоже актуально не забывайте что провода плюсовые минусовые у вас уже старые когда вы начинаете мерить вот здесь и говорить ой у меня кажется напряжение нет в окно генератор сдох нет часто так бывает что сами провода уже не могут отвести и привести нормальное количество тока и напряжения понимаете то есть я всегда вам говорю ребята перед тем как менять какой-либо компонент как вот вы меня до призывали меня генератор но это опять же мысли не в ту сторону у вас забарахлив компонент поменяйте компонент а выяснить причину покопаться не судьба вы также пишите часто мне про датчики говорят пишу у меня хандрит датчик оленвала какой посоветуши в смысле хандрит но иногда загорается чек иногда двигатель глохнет но понимаете у вас сразу мысли поменять датчик это неправильно здесь надо сначала шерстить контакты провода разбираться с сигналом почему не доходит и только в конечном счете возможно менять компонент который ну якобы вышел строя по диагностике или по выявленным каким-то признакам знаете в чем вот парадокс вы буквально читаете диагностику диагностика пишет ошибка цепи датчика распредвала вы что думаете а так у меня что датчик распредвала вздох пойду поменяю но вы же не зацепляетесь ведь компьютер как регистрирует пропадает сопротивление он просто пишет обрыв цепи либо просто ошибка датчика ну по-разному давай пишет программы но все же запомните если вас ошибка по датчику это не значит что проблема в датчике это значит то сигнала нет а сигнала может не быть сами подумайте почему и да датчик может быть на действительно такой может быть но также может быть пробой быть в проводе то же самое генератор есть у вас напряжения нет на клеммах не значит генератора пора выbрасывать это значит пройдите с щупом все везде промерьте. И вы в большинстве случаев убедитесь в том, что у вас просто провод уже старт. Посмотрите еще раз. Масса 12,6 в жилке генератора 13,2. Вот так, понимаете? Вот, мы нашли причину опять же. Омега это наука о контактах. Ребята, понимаете в чем прикол? И именно вот часто так бывает, что проблема именно в проводах. И что касается генераторов, что касается датчиков, любого электрооборудования в Омеге, этот компонент который якобы вышел из строя вы будете менять в последнюю очередь. Изначально надо здесь все прошерстить. Это не просто, согласен. Но это единственный путь найти правильное решение. У датчика коленвала, если вы посмотрите, ну может быть фотку прикреплюсь и найду. Там есть вот сам датчик и провод до него. И там вот этот вот замечательный стык. Именно на этом стыке у этих датчиков часто облапливается, ну лопается вся изоляция. Почему? Потому что датчик находится в жерле вулкана под выпускным, подчеркиваю, коллектором. И не мудрено, что провода от времени, от годов рассыхаются, растрескиваются, изоляция лопается, датчик замыкает. Вот вам, пожалуйста, ошибка. Что, датчик надо менять? Да нет. Как говорится, синяя изолента, ну конечно, лучше термоусадка. Наши все. Меняйте изоляцию, ездите дальше, радуйтесь в работе двигателя, вы понимаете. Но возьмите мультиметр, когда у вас двигатель нагретый, заглушите его, снимите карту сопротивления вашего датчика коленчатого вала. Пины 1, 3, 2, 3, вот эти все контакты, промерьте сопротивление, запишите их куда-нибудь. И когда вы просто пойдете себе, ну вдруг так случится, что датчик все-таки сдохнет, а такое оно бывает нашей вселенной, то вы хотя бы с этой картой сопротивления при получении датчика сможете промерить свой новый датчик и посмотреть, ага, а по обам это что-то не сходится. То есть желательно промерить, ребята, и горячий датчик, и холодный, так как сопротивление будет меняться. И желательно, чтобы в двух, ну понятно, горячий вам не дадут, его, наверное, там с зажигалкой нагреть, но хотя бы на холодном у вас сопротивления должны совпадать. Вот и все. И именно от сопротивления, ребята, зависит работоспособность датчика, а не от бренда. То есть когда вы будете получать датчик коленвала, самое главное, это его сопротивление. К сожалению, сейчас большинство датчиков производится, ну скажем так, на заводах, которые особо не парятся о контроле качества, поэтому тот или иной бренд может как работать, так и не работать. В чем-то может быть типа Китая, типа даже как похож на оригинал. Но все равно может один хрень не работать, потому что банально нет контроля качества, сопротивление чуть другое, все это ТБУ читать его не будет. У вас будет ошибка. Поэтому снимите карту сопротивления, пока у вас все работает, и у вас будет полезная запись. Мы вполне можем чинить эти автомобили, если захотим. Главное захотеть как-то так. Ну посмотрите вы на проводку, ну не ленитесь вы. Пожмите ее в руках. Может быть она кажется целой, а вы провод шатайте, он весь хрустит, там вся изоляция уже внутри, блин, распалась, замкнула все нафиг. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...